СПАРТАК Вы правы. Сейчас тяжело рассуждать о том, как команда играет в коллективный футбол. Мы стараемся работать над культурой паса, но на поле получается неважно. Могу лишь сказать, что нужно продолжать двигаться в этом направлении и ждать результата. Если говорить о перспективах оказаться в Еврокубках на следующий год, то ждать уже. Некогда москвичи пытались улучшить свое турнирное положение, но, видимо, забыли, что по другую сторону, соперник у которого схожие задачи. И вот 75-я минута центральный защитник Белозеров заложил такой славу, что никому и остановить оказалось не под силу. Точный пас на Иванова, и тот элегантно не оставил шансов Митикосе. Белозеров в каждой тренировке пытается активно подключаться, и я ему говорю о том, что, на мой взгляд, это не совсем его профиль. У него это не очень хорошо получалось, но, видно, вот он хотел доказать, и самое успешное его подключение за все время работы. Теперь он имеет право на более частые рейды, наверное. За четверть часа отыгрывалось и не такое преимущество, но сначала Быстров получает вторую желтую карточку, а затем его примеру последовал и Моцарт. 9 против 11, восстановить статус-кво, это не про сегодняшний Спартак. Пытались прессинговать, пытались много владеть мячом, играть много в позиционных атаках, потому что все то, что футболисты Спартака бегали без мяча, естественно, это утомление накапливалось, поэтому план на игру был именно такой. Вот, и очень сложно угадать сегодня стартовый состав Спартака, поэтому мы решили этого не делать и играли уже, соответственно, от себя, от своей тактической модели. Очень рад, что, в принципе, она удалась, и я считаю, что понятно, что подавляющего преимущества не имела ни одна из команд, но, тем не менее, мы смогли реализовать небольшое количество моментов. Один из тех моментов, которые у нас был в Спартаку, сделать не удалось, но в целом я считаю, что достаточно уверенно мы вели игру. Еще есть игры, которые можно что-то исправить, надеемся, будем стараться, чтобы что-то изменить хотя бы. Ну, потому что я не вижу просто другого выхода, что играть нам нужно, поэтому будем стараться, как больше, хотя бы, я не знаю, хотя бы играть, чтобы хотя бы какая-то игра получилась, начала получаться, чтобы уверенность появилась, потому что сейчас пока тяжеловато с этим. Крылья минимальной победы не только улучшили свое положение в борьбе за место в Кубке УЕФА, но и сделали подарок своему наставнику Леониду Сулуцкому, который провел сотый матч в Премьер-лиге в качестве главного тренера. Первое впечатление, что после вот нескольких матчей Спартак играл получше. В чем получше? В том, что вот мы все время говорим, что он как-то играет несовременно, все поперек, все назад, и особенно этим грешат полузащитники. Сегодня человека, который бы мог использовать скорость быстрого, практически нет. Эта игра, в отличие от предыдущих, она была побыстрее. С первой минуты, в общем-то, довольно-таки быстро доставлялся мяч вперед. Это уже более современный футбол. Спартак-то играл-то получше вроде бы, но не выиграл. Но еще один момент не бросился в глаза. Все-таки кто-то должен учить защитников. Ведь момент, когда Белозеров пошел со своей половины поля, и, кстати, после игры Служский скажет, что он ему вообще запрещает ходить-то вперед. И три его атаковали, футболиста. И вот здесь я хотел бы дать совет, как бывший защитник, защитнику Спартака, Паршевлюку, которому еще играть и играть, и если он не будет брать эти советы себе в голову, то не вырастет. Он в центре поля решил в подкате выбить этот мяч, а надо было просто бежать, бежать и бежать назад. Он должен понимать, что когда ты на одно место упал или лег, то все, ты отыгран. Вот он и стал отыгранным в этот момент. И дальше уже просто исполнение игроков крыльев позволило им выиграть. Лаудруб приехал в Россию не для того, чтобы здесь просто срубить деньги и лишь бы там годик покантоваться, честно говоря, посмотреть эту страну и поискать, где дочка его должна учиться. И по пробкам по нашим поездить. Он приехал для того, чтобы свое имя теперь уже как тренера поднять выше. И естественно, при первом разговоре или при последнем разговоре с ведуном, все-таки он поставил вопрос о том, чтобы человек пять-шесть были докуплены. Я правда задумался, а что тогда надо делать с Моцартом, с Ковачем, со Штранцлем, Фати, Яраником и там еще иностранцами. Практически надо все это менять, потому что они на сегодняшний день несостоятельны. Редактор субтитров А.Семкин